Давайте к выходным что-нибудь такое лёгкое. К примеру, выступление Петра Алексеевича Порошенко, моего любимого президента. Там, говорит, девушки помогли, а там одели наручники на генерала, и это чудо для всех. Это он рассказывает о работе новой полиции. Мало того, рассказывает, он во всех своих микроблогах об этом написал. Президент страны уже написал об этом в микроблогах. Наградить ещё не успел никого. Орденом. Там зупинился для того, чтобы допомогти девчонки изменить колосом. Там одягли наручники на генерала. И это диво на всех. И тут такая ситуация. Стыдно не знать. Задержанный патрульный генерал оказался самозванцем. Это выяснили журналисты. Удостоверение было фальшивое. Ну, в принципе, что и следовало доказать. Однако, Пётр Алексеевич Порошенко успел уже. Хорошо, орденом не наградил. Ну что, Пётр Алексеевич, и что теперь? Пётр Алексеевич, ну и кто виноват в том, что президент страны запускает фейк в прямом эфире? Российские фейки, которые с первой секунды работы пытались дискредитировать работу нашей новой патрульной полиции. Ну вот, теперь всё стало на свои места. А теперь Пётр Алексеевич Порошенко расскажет, как в Одессе на совещании к нему в очередь выстроились главы облгосадминистрации, которые просили его ввести у них полицию. Позавчера в Одессе я проводил нараду, где были все силовики, яка была присвячена борьбе с коррупцией, обеспечению безопасности государства, против действия террористическим атакам. И до меня в очередь вышуковались главы областных государственных администраций. С наполегливым проханием прискорить появу патрульной полиции в их областях. А что рассказывал Пётр Алексеевич Порошенко во время самого совещания в Одессе? Пётр Алексеевич, а почему не в Одессе начало? так кто в очередь выстроился главы облгосадминистрации или простые одесситы или там одни выстроились а там другие петр алексеевич вам нравится то что я делаю скажите честно но тем не менее получается у меня подшутить над вами молодец получается спасибо петр алексеевич а